Мы Джон Пешков и Александра Семенова, художники из города Москва. Леонтьева Дарья, я гражданка Российской Федерации. Меня зовут Екатерина, я из Москвы. Меня зовут Зайцева Ирина. Коллега Зарина Каримовна, гражданка Российской Федерации из города Казань. Абушахминана Илья Равкатовна, я гражданин Российской Федерации. Меня зовут Николай Новомлинский. Меня зовут Полночева Юлия. Я оказалась в городе Монбая. Меня зовут Анастасия Дмитриева. Меня зовут Шмик Екатерина, я нахожусь в городе Мумбай. Калинина Алина Сергеевна, я нахожусь в Мумбаях. Я сейчас нахожусь в Мумбаи с своей подругой. Нахожусь в Мумбаи, в городе, которым объявлен карантин сроком на 21 день. Мы находимся в пригороде Мумбаи, деревне Вангани. На данный момент я нахожусь в городе Мумбаи. Мы застряли в Мумбаи, в Индии. Здесь находится около 100 человек. Нет никакой возможности выбраться из Индии. Не можем спокойно выйти в магазин за продуктами, потому что опасаемся реакции полиции и местного населения. Мы опасаемся их агрессии. Многих выгоняют с места проживания и не хотят отпускать в отели. У многих туристов нет возможности оставаться здесь. В сложной ситуации, в чужой стране, в полной изоляции и в чрезвычайном положении. Я не вижу солнечный свет. Что хочу еще сказать? Денег нет. Осталось несколько рупий. При попытке выйти в магазин за нами пришли 20 индусов. Сказали, что мы не можем выходить за пределы этой территории, на которой мы сейчас проживаем. Они считают, что именно иностранцы распространяют коронавирус на территории Индии. В связи с этим их отношения не очень доброжелательные. Они не просят выселиться, не продают продукты. На улицу выйти нельзя и еды очень мало. Так что очень хочется вернуться домой поскорей. Я не знаю, насколько у меня хватит финансовых средств, чтобы проживать и обеспечивать свое минимальное жизнеспособное состояние. С каждым днем ситуация на данный момент только ухудшается. Здесь много русских и всем нужна помощь. Мы сейчас находимся в сложной финансовой ситуации. Мы не планировали оставаться в Индии так долго. И теперь мы не знаем, как дальше будут поворачиваться события. Мы обращались в посольство Мумбаи, мы обращались в Министерство иностранных дел. Ответа мы не получили. Также мы звонили на все горячие линии, где мы не получили также никакого ответа. Мы уже отправили всю нашу информацию в посольство Российской Федерации. Заполнили огромное количество различных форм. Пока никакой информации по эвакуации нам не предоставили. Крейсы по вывозу наших граждан проводятся только из Дели и из Гоа. А Мумбаи оказался заперт. Мы обращались в консульство и даже приходили к ним, просидели там 4 часа прямо на земле перед воротами, но с нами не стали практически разговаривать. Вышел человек, сказал, что консульство ничем не может помочь. Мы просим организовать спецрейс в город Мумбаи для граждан Российской Федерации или помочь с организацией трансфера безопасного в пункты эвакуации. Ввязывались с Министерством иностранных дел. Мы заполняли все возможные формы, которые перенаправляются в списки на эвакуацию, но никакого ответа у нас нет. Складывается такое ощущение, что все действие нашего консульского отдела и МИД заключается в том, чтобы предлагать людям заполнить списки, чтобы людям было чем заняться. Я дозвонилась до генерального консульства в Мумбаи. Меня попросили следить за новостями на сайте и пожелали удачи. Мы очень просим помочь нам в этой сложной ситуации организовать эвакуационный рейс из Мумбаи. Я очень прошу президента России и Министерства иностранных дел. Пожалуйста, помогите нам организовать какой-то трансфер до города, где будет проходить эвакуация. Очень сильно прошу помощи эвакуации жителей, которые находятся сейчас в невольном запечении в чужой стране. Мы очень хотим в Россию вернуться. Прошу помощи максимального распространения этого видео, чтобы оно попало туда, кто может принять решение. МЧС может осуществлять действия эвакуационного характера только по прямому приказу президента Российской Федерации. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, помогите нам. Нам страшно и мы хотим домой. Пока! Пока! Пока!